нет времени ждать мне нужны клиенты здесь и сейчас через сколько после того как вы запустите рекламную кампанию у меня начнутся лиды я думаю такие фразы не раз слышали маркетологи которые работают в рекламном агентстве как правило такие клиенты надеяться на то что контекстная реклама это надежный источник быстрого и не супер дорогого привлечения лидов как правило что мы имеем в результате нам нужны лиды клиенты здесь и сейчас мы не можем ждать соответственно реклама должна охватывать максимально широкую целевую аудиторию ну а независимо от бюджета рекламной кампании такая реклама как правило не приносит ничего клиент конечно же недовольны и отправляется на поиски нового гарри поттера который с помощью волшебной палочки сделает так чтобы лиды сыпались с неба меня зовут алена полюхович и сегодня мы с вами разберем как сделать так чтобы при первом запуске контекстной рекламы настроился отлаженный четкий механизм по привлечению лидов для начала давайте с вами рассмотрим типичные ошибки которые возникают в работе клиента и маркетингового агентства при первой настройке контекстной рекламы и первая такая ошибка это определение интереса в аудитории всего лишь одним ключевым словом что имеется в виду допустим клиент уходит на рынок с товарами для детей а конкретно с детскими игрушками и он думает что все клиенты потенциальные люди будут его потенциальными клиентами которые интересуются вообще игрушками и он такой вдохновленный идет в яндекс wordstat убивает слово игрушки секундочку выбирает регион по которым он будет продвигаться у нас это россия и видит внушающую цифру почти 6 миллионов показов в месяц и он думает что все эти люди будут так или иначе интересоваться его товарами заказывать их именно у него потому что его товары лучше они качественные условия доставки у него хорошие лучше чем у конкурента но вот только он не задает себе вопрос что все эти почти 6 миллионов запросов людей они действительно хотят покупать игрушки вообще товары для детей и точно ли они будут покупать именно у вас конечно собирать семантику всего лишь по одному ключевому слову в здравом уме никто не будет особенно если имеются хоть какие-то базовые понятия о контекстной рекламе но даже если мы попробуем как-то сузить вообще всех людей и запросы которые нас интересуют допустим возьмем запрос детские игрушки купить ищем то мы уже видим здесь картину конечно получше здесь у нас всего лишь 21 805 показов в месяц однако и здесь мы можем попасть в не очень приятную ситуацию потому что допустим наш клиент производит только детские развивающие допустим деревянные игрушки продает он их только оптом и хочет продавать их ритейлером и в такой ситуации мы вбиваем такую фразу и получаем совсем другое число мы получаем всего лишь 98 показов в месяц а это согласитесь прям крупицы от 7 миллионов которые были у нас изначально поэтому одно слово явно не может быть маркером целой целевой аудитории и даже если вы включаете какие-то узкие свои фразы узкие ключевые слова они также могут сыграть с вами злую шутку иметь несколько значений двойной смысл и соответственно рекламная кампания будет уже настроена некорректно вторая частая распространенная ошибка это максимализм то есть скорее всего стратегия продвижения в контексте будет выбрана следующая максимальное количество отдачи всего что только можно сделать все что можно и нельзя сделать все каналы контекстной рекламы используем за текущие деньги то есть у нас будет самая широкая аудитория выбрана захочет клиент показываться только на первых позициях на первой странице в самом верху желательно выдачи даже скорее всего возможно не устроит выдача на втором или третьем месте нужно только первое ну и конечно такой клиент скорее всего захочет использовать все возможности контекстной рекламы все виды контекстной рекламы все что можно только сделать здесь и сейчас нужно будет делать ну и конечно ключи которым он будет показываться он выберет конечно все все которые только можно использовать все которые не мусорные все которые только как-то соотносятся с его темой даже как-то там косвенно информационные запросы продающие запросы абсолютно все в этой ситуации будут использоваться и самое примечательное что обычно на такие запросы у небольших компаний бюджет всего лишь где-то 10-20 тысяч рублей ну не больше просто клиент думает что если он будет максимально брать широкую аудиторию максимально все использовать все что только доступно здесь и сейчас то он получит быстрые лиды но на практике к сожалению ситуация совсем выглядит по-другому к примеру давайте посмотрим что дает нам первая позиция выдачи вот на этой картинке мы можем видеть что google подсчитал что первое место обладает CTR 31,73 процента третье место 18,7 практически процентов это ниже в 1,7 раз ну а если мы перенесем эти цифры и данные в реальность контекстной рекламы получается что клик по объявлению на первом месте на самом первом будет стоить в два то и в три раза дороже чем клик по объявлению которое находится на третьем месте и в результате что у нас с вами получается что бюджет нам нужен гораздо больше для первого места нежели для третьего места ну и соответственно бюджет будет гораздо быстрее сливаться когда вы показываетесь на первом месте и он может сливаться настолько быстро что маркетолог просто не успеет понять почему люди ничего не делают на сайте никаких полезных действий и не успеет ничего предпринять то есть таким образом проще говоря получается что желание получить гораздо быстрее результат может привести к такому же быстрому краху третья распространенная я бы даже сказала банальная ошибка это переоценка вообще в целом контекстной рекламы в базовой настройке контекстной рекламы особенно в яндекс директе нет ничего сложного именно поэтому из интернет сейчас пестрит заголовками научу тонкостям контекстной рекламы всего лишь за два часа ну и все в таком духе и выпускники таких курсов сами учителя таких курсов скажем так они ориентируются в основном только на яндекс директ якобы он гораздо проще понятнее и так далее но все они игнорируют google ads хотя он более интересен именно в плане конверсии и зачастую он может обходиться гораздо гораздо дешевле нежели чем яндекс директ вообще в целом в идеале если мы посмотрим на картинку то мы заметим что в среднем лучший CTR для поиска поисковых компаний в контексте составляет где-то около 30 процентов и это означает что из 100 посетителей которые точнее увидевших ваше объявление 30 где-то перейдет на сайт ну и дальше будет уже из этих 30 людей которые перешли кликнули по объявлению будет формироваться переход из посетителя в лид и соответственно по усредненным данным если мы посмотрим составит где-то 2 и 8 6 процентов увидев такие показатели один раз маркетологи ожидают получить из 30 клиентов которые точнее посетителей сайта хотя бы два лида ну и конечно не настаивают сразу на большем количестве показов рекламы но соответственно большем количестве кликов и большем количестве лидов однако на деле добиться таких результатов такой конверсии очень непросто вообще это не произойдет всего лишь напросто за один раз конечно да можно ориентироваться на вот эту вот диаграмму на ее результаты и стремиться к таким же результатам однако стоит понимать что это не произойдет прямо сразу при первом запуске контекстной рекламы что придется пройти длинный долгий путь тестирование изменений настроек играться с этими настройками и так далее и очень часто клиенты не получив сразу же первой отдачи ведь никто не хочет ждать долго они списывают неудачу контекстной рекламы на неопытного контекстолога и в срочном порядке ищут ему замену однако стоит брать во внимание тот факт что контекст в целом идеально настроенная компания даже по всем канонам и параметрам она практически никогда не даст вам с первого раза стопроцентный результат и просто главное помнить что контекст это вообще не панацея особенно если у вас не было продаж без контекста то контекст это не волшебная палочка которой взмахнув вы сразу получите продажу четвертая ошибка это отказ от проб и экспериментов на пути к результату конечной цели всевозможные мотивирующие курсы говорят предпринимателям о том что контекстная реклама является единственным ключом к решению всех проблем связанных с продажами и тут предприниматель забывает о том что еще влияет на лиды связанные с его товаром бизнесом и сайтом во-первых сам сайт посадочная страница вы можете хоть 10 раз приводить потенциального клиента на свой сайт но реклама все равно не будет работать если ваш сайт оказывается не очень удобным или выглядит как там я не знаю с двухтысячных или девяностых во-вторых конечно же это мнение о компании и его так сказать конкурентность в этой среде если вы только выходите на рынок или представляете какие-то новые товары или услуги и мнения у них еще нет у пользователей а как бы рынок в целом у нас достаточно конкурентный то не стоит надеяться что продажи польются рекой потому что у посетителя есть возможность выбора и не всегда он выберет вас так как вы являетесь только новичком на этом рынке и рисковать он скорее всего не захочет плюс конечно важную роль играет цена потому что если мы посмотрим конкурентов контекстной рекламе по любому виду бизнеса то мы можем сразу сравнить их ценовое предложение что они предлагают какие варианты доставки рассрочки и так далее вообще в целом их цены и конечно же пользователь пойдет туда где цены более доступны для него конечно же еще удобство и сервис так как пользователь ценит не только предложение но это как он и может воспользоваться ну и конечно последнее это то что нужно ставить всегда себя на место посетителя потенциального покупателя существуют периоды в которых пользователь просто смотрит изучает товар поэтому он просто посещает ваш сайт плюс ко всему вы должны понимать что возможно именно в вашем виде бизнеса покупка не происходит спонтанно по первому попавшемуся сайту например квартиру ну навряд ли вы покупаете себе квартиру просто так вот здесь и сейчас на первом попавшемся сайте с первым предложением так что это тоже нужно брать во внимание и все эти факторы не очень влияют на конверсию в целом на рекламу поэтому нужно быть готовым к бы тестированию к всевозможным экспериментам и вообще лучше иметь масштабный план в целом хорошо знать свою аудиторию и ее потребность пятая распространенная ошибка это использование контекста в тех сферах и нишах где он совсем не работает и здесь вы сливаете уже деньги заведомо зная что вы занимаетесь бесполезным действием и вот примеры таких вот направлений которые не подходят для контекстной рекламы например очень узкие ниши или бренды с низкой узнаваемостью тут вы рискуете получить статус мало показов просто потому что очень редко запрашивают что-то по этой тематике бренды похожи по названию на более известные аналоги пользователи в поисковых системах вбивают скорее всего другой бренд другой товар ищут совсем другое и они очень быстро могут слить ваш бюджет но так и не стать вашим клиентом просто потому что название похоже они перепутали случайно зашли на ваш сайт а не на сайт именно бренда который они искали дальше у нас идут специализированные товары сферы b2b то есть это детали для устройства техника какие-то названия которые знаете именно аббревиатуру в себе несут или там какие-то названия у которых может быть несколько значений например стяжка ну и вообще в целом вот пользователи b2b сегмента они не привыкли в большинстве своем покупать какие-то определенные вещи и товары просто на поисковых сайтах и косвенные сопутствующие товары и услуги в поисковых системах люди как правило ищут то что их интересует именно сейчас и даже если косвенный товар им показался он их в принципе заинтересовал то навряд ли они купят его прямо таки сейчас ну и вообще в ближайшем времени ну и последнее это крайне дорогой премиум или лакшери сегмент здесь все просто скорее всего потребитель такого дорогого товара не будет искать нужный ему дорогой товар бренд просто на поисковых сайтах ну и отдельно стоит рассказать конечно о сегменте такого бизнеса который запрещен для показа в рекламе без соответствующих разрешений и лицензий и часто такое бывает что где-то из 10-15 заказчиков ну парочка так точно захотят любыми методами любыми средствами настроить рекламу на товар не имея разрешенной лицензии сертификата и это очень конечно неправильно прискорбно вы можете получить вообще бан аккаунта и все последующие аккаунты созданные в google ads например могут просто напросто баниться ну и плюс ко всему стоит помнить что для контекстной рекламы работает такое негласное правило ключевой запрос равен содержанию на посадочной странице поэтому все косвенные запросы которыми мы пытаемся приманить человека перейти на сайт они скорее всего превратятся в отказ поэтому перед запуском рекламы опишите свое торговое предложение до всех возможных тонкостей чтобы собрать именно ваши ключи и отсечь вообще весь мусор который вообще вам не понадобится при запуске рекламы а также отсеките все косвенные запросы связанные с вашей тематикой оставьте только точные запросы плюс ко всему вы должны понять также регион вашей сферы то есть регион доставки где вы где у вас находятся точки продажи не стоит рекламироваться на отдаленные регионы если у вас не такая большая сеть и конечно заминусуйте те города точки районы в которых у вас нет точек продаж обязательно заминусуйте их минус вам нет смысла там просто показываться плюс ко всему старайтесь изначально не стремиться рекламироваться на первом месте из трех потому что вы просто-напросто сольете бюджет и как бы ни к чему хорошему это не приведет и навряд ли вам приведет сразу же много посетителей которые станут вашими клиентами и главное это прощупать хорошо почву проработать все до мелочей потому что крупные игроки на этом рынке они настраивали свои успешные кампании рекламные не за один раз не с первого раза все у них пошло гладко и до сих пор они скорее всего не могут добиться прям стопроцентного идеала конечно же возможностей на рекламных площадках становится все больше а вот требований к тем же объявлениям они все время меняются поэтому если вы не уверены лучше выбрать для себя изначально базовые это поиск и россия не стоит прям сразу пытаться охватить все каналы рекламы там и видео youtube там и так далее лучше сосредоточить свои усилия для начала на чем-то одном ну что ж теперь вы знаете самые главные типичные ошибки и сможете более трезво оценить свои силы рассчитать свои силы и подойти к запуску рекламной кампании но если у вас остались какие-то вопросы то обязательно пишите в комментарии я отвечу на каждый из них также делитесь своим опытом запуска контекстной рекламы пытались ли вы когда-либо что-то рекламировать через контекст что это было поиск и россия возможно какие с какими столкнулись вы проблемами трудностями возможно пишите будет очень интересно узнать и почитать ну а вы не забывайте подписываться на наш канал вступать в нашу телеграм-группу а также прослушивайте наши аудио подкасты по пути на работу например и заходите к нам в гости в наш инстаграм аккаунт а также каждый четверг приходите на наш вебинар до новых встреч и хороших вам продаж